ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 16 сентября 2010 года. В центре Москвы расстрелян один из самых известных воров в законе Аслан Усаян по кличке Дед Хасан. Первая информация однозначна. Криминальный авторитет убит. Эти данные опровергнут сами силовики несколько часов спустя, когда вокруг Боткинской больницы уже будет выставлен милицейский заслон, а сам Усаян окажется на операционном столе. Он тяжело ранен. Пуля попала в живот. Это запись с камер наблюдения дома, к которому подъехал Дед Хасан. Вот охранник открывает ему дверь. Усаян заходит в подъезд. В этот момент киллер делает первый выстрел. Через секунду второй. То, что Усаян успел зайти в подъезд, спасло его от верной гибели. Только до сих пор не ясно, какой заказ выполнял киллер. Чего хотел? Убить или смертельно напугать? Убили, я не думаю, что там было припугнуть или что-то. Я думаю, что собирались убить. Горони! 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 Они главари преступного мира. Их имена известны милиции. Их фото в картотеках спецслужб. Воры в законе или все-таки вне закона? И почему тогда они до сих пор на свободе, а не в тюрьме? Сложность в том, что вор в законе действует не сам, а действует руками других людей. Так кому вор в законе номер один перешел дорогу? И за что стреляли в деда Хасана? Чтобы ответить на эти вопросы, мы провели собственное расследование. Это эксклюзивные кадры. Московская милиция накрыла воровскую сходку. Задержаны воры в законе и криминальные авторитеты. Еще никто из них не знает, что на другом конце Москвы расстрелян дед Хасан. Слышите, оружие. Да, Зои? Нет. Охранник? Да. Где оружие? Можи. По информации, дед Хасан уехал с этой встречи всего за час до покушения. Он пробыл там совсем недолго, не больше 10 минут. Решать проблемы остались не менее известные воры в законе. Гелагодор Амивич. Кем являетесь по жизни? Человек простой христианин. Вы являетесь воровом в законе? Ну, про меня говорят, что я вор. А вы так про себя не говорите? Не понял? Не слышал? Я вор. Помимо воров в законе, на встрече и другие авторитеты. Солнцевской и Кунцевской группировок. Головная пличка? Самословка. Еще раз. Самословка. Здесь что делаете? Озговариваете. О чем? Практически ни о чем. Практически ни о чем в этой компании общалось более двух десятков человек. Практически ни о чем. после отъезда Аслана Усаяна. Цель сходки, вот как бы повестка дня, да, вот такого собрания, было, кому достанется империя, кто возглавит криминальный мир после смерти деда Хасана. Выходит, что скорый конец деда Хасана был для кого-то очевиден. И если так, то кто решил убрать с дороги 73-летнего Аслана Усаяна? Для криминального мира это очень большой человек, можно сказать, маршал. Это вор в законе. Тогда, в первые минуты спецоперации в караоке-баре, его отсутствие списали на вечное везение и осторожность. Но, как мы уже знаем, именно в этот вечер фортуна деда Хасана подвела. Прибывшие в тот вечер на место покушения сотрудники милиции без труда обнаружили точку, откуда стрелял филер. Открытое окно на третьем этаже. Посмотрите, какая удобная позиция. Два дома-близнеца, стоящие параллельно друг к другу. Между ними не больше 20 метров. В одном, на пятом этаже, апартаменты сына Усаяна. В другом, на третьем, квартира, где находился убийца. Если посмотреть сверху, идеальный обзор. Схема покушения была отработана до мелочей. В районе 20 часов джип деда Хасана припарковался у дома 12, дробь 7. Киллер в этот момент занял свое место в темном окне. Как только охранник открыл для босса дверь в подъезд, наемник открыл стрельбу. Сделав несколько выстрелов, киллер успел уйти до приезда милиции. Внутри убийца оставил оружие, автомат АКМ с глушителями. Как выяснилось, эту квартиру сняли в аренду пару месяцев назад. А значит, к покушению готовились заранее. Мы пришли в подъезд, чтобы узнать, а видел ли кто-то из жильцов нового соседа. Вы не знаете, это вот в квартире напротив, да, случилось? А вот этот человек, вы его видели, не видели? Он вообще заходил, не заходил? Корень приходит. Нам удалось узнать, квартиру, откуда стрелял киллер, могли снять за сумму порядка 140 тысяч рублей. Такой здесь в самом центре столицы порядок цен. Похоже, при подготовке покушения не жалели ни сил, ни денег, ни времени. Сколько же часов провел у окна исполнитель заказа, выясняя, по каким дням и в котором часу приезжает дед Хасан? В этом подъезде, в доме напротив, квартира его сына. Звоним соседям по площадке. А вот человека, который в новостях показывают, вы знаете, это ваш сосед? Человека этого знала. Я его делаю, я его делаю, я его делаю, я его делаю, я его делаю. Я его делаю, я его делаю, я его делаю. У нас тут все, кто не пошел. Приходил сюда навещать сына. А как же воровской закон не иметь ни семьи, ни детей? Кто он такой, этот таинственный дед Хасан, ставший вопреки всем понятиям, чьей-то мишенью? Познакомимся поближе. Редкие кадры оперативных записей. Усаян остался. Усаян? Да. Воровый являетесь? Да. 50 лет стажей мой, я же не могу быть рабочий, где Бог? То, что этот человек далеко не прост, стало понятно и по числу милиционеров, которые охраняли раненого Усаяна в Боткинской больнице. Охраняли криминального авторитета. Того, с кем они по закону, по разные стороны баррикад. А как же? Он такой же гражданин, как и все, и любое покушение на него, там, убийство, так же возбуждается по того факту уголовное дело, и оно расследуется. И направится все на розыск лиц, совершивших данное преступление. Но и для задержания самого вора в законе формальных оснований у милиции не было. Ни свидетельских показаний, ни серьезных улик о его связи с криминальным миром. Ну, правда, говорят, вообще народу столько было, там ходили вообще. Да, с автоматами, да, много таких. В 17-х годах, да, да. Сырели охраняли, расставили. Усиленный, наверное, контроль был, ничего себе. Здесь же это тоже, там залезал инфончик, да. Ага. Просто сам это, и ненты, и все, и бандиты охраняли все вместе. Этот разговор состоялся в Боткинской больнице, куда скорая доставила Усаяна и его охранника. Мы хотели бы, ну, травматологию на седьмом этаже. Ну, по-моему, нет, он не водительный, он бизнесмен. Пожалуйста, говорите, вот у детей, вы все-таки... Что вы на меня так смотрите? Он выписан. Точно выписан. А нельзя уточнить вот на седьмом этаже, может быть, это ошибка. То есть он сейчас дома, да, у нас? Да. Если бы он нам не доложил. Не читался, извините. Но кое-какой отчет у нас есть. Доставленный в больницу с ранением брюшной полости 73-летний Усаян перенес две сложнейшие операции. Был поврежден кишечник. При этом все обратили внимание на тот факт, что киллер стрелял не в голову на поражение, а в живот. В криминальном мире заказ, выполненный из автомата Калашникова, считается местью с уважением. А ранение в живот желанием убить не сразу, а устроить верную, но мучительную смерть. Именно таким способом в 2009 году расправились еще с одним другим в законе. Вячеславом Иваньковым. Япончиком. Это почерк один. Одного убийства и другого почерк одинаковый. Значит, и цели хотели добиться той же самой. Япончик все-таки умер. Так или иначе, все равно от этого ранения он умер. И сейчас, в сентябре, и тогда, год назад, после покушения на япончика, на вопрос, кто рискнул поднять руку на воров в законе, первым называлось только одно имя. Тариел Аниани. Тариел Аниани. Кличка Таро. Лидер кутаистского клана из колоды пиковых, так еще называют грузинских воров. Якобы, именно между ним и дедом Хасаном в последние годы шла борьба за власть. А Иваньков, принявший сторону Усаяна, стал просто жертвой этого противостояния. 28 июля 2009 года он приехал в ресторан на Хорошевском шоссе. Напротив входа в ресторан, через дорогу, у дома припарковалась грузовая газель. Киллер с винтовкой разместился внутри, на небольшой лестнице. Когда япончик вышел из ресторана, раздались выстрелы. Обе пули попали вору в законе в живот. Два с лишним месяца авторитет провел в больнице. Врачи до последнего боролись за жизнь пациента. Но утром 9 октября япончика не стало. Этот человек представился нам как Петрович. Он копач легендарного Ваганьковского кладбища в Москве. Сегодня он нас ведет по особенному маршруту. Я Петрович, я 22 года работаю. Я вам покажу и япончика, и троллейбушика. И вон на той территории лежит еще два вора в законе Глобус, который его короновал. Конечная цель маршрута – могила япончика. За все время своей работы здесь Петрович не припомнит таких масштабных похорон. Вот здесь прощался народ. Гроб здесь стал. Потому что туда войти было невозможно. А сейчас, ну правда, я думаю, что до смерти они сделали. Асфальт будет прямо к его могиле. И мы с вами ноги не будем подворачивать. Пойдемте. 13 октября 2009 года вход на кладбище простым смертным закрыли. Строгий фейс-контроль пропускал только своих. На траурных лентах – география всей страны. Дорогому Кириллычу от достойных людей Москвы. От Саши Ташкентского. От пацанов из Ярославля. И даже дорогому брату от дедушки Хасана. Всего на похоронах Иванькова тогда собрались около 500 представителей криминального мира. Кладбище, ребята, было закрыто и менты стали только собаками. Здесь, на территории. Именно здесь, на всех были спецслужбы. Спецслужбы, милиция стояли и охраняли общественный порядок. Казалось бы, удобный случай разом покончить с верхушкой криминального мира. Но снова повода не нашли. Так же, как и не нашли виновного в убийстве Япончика. Уже через год сценарий убийства повторился. Но уже с дедом Хасаном. Конфликт, на который сейчас все ссылаются между Тириллом Аняни и Усаяном, он, естественно, был. Это знают все абсолютно. Главное, понять причину этого конфликта. И в каком состоянии этот конфликт находится на сегодняшний день. Все произошло из-за раздела криминальной империи другого вора в законе Захара Калашова по кличке Шакро Молодой. В 2006 году он был арестован испанскими властями. Общее состояние Шакро, контролировавшего московские казино и каналы обналичивания денег, приближалось к 1 миллиарду долларов. Примирить воров должна была сходка летом 2008 года в Подмосковье на Пироговском водохранилище. Организатором выступил Таро. На нее должны были прийти Усаян и Иваньков. Должны были, но не пришли. Зато туда нагрянула милиция. Больше половины задержанных – воры в законе. 38 на палубе, еще один – в воде. Лови, веревка. Лови, лови, лови. Оп, вот так, все. Держись. Все, хватался, молодца. Так почему дед Хасан и Япончик проигнорировали сходку? Быть может, они знали о предстоящей облаве? Эти кадры тогда обошли все телеканалы. Казалось бы, победа милиции – позор воров. Вот только спустя несколько часов большинство из них снова были отпущены на свободу. Получается, что никому из них у милиции и следствия претензий не было. Так же так.